Здравствуйте, меня зовут Юлия. И сегодня я показываю серию «Веселая зима» от РТО в моем варианте исполнения. В эту серию входит 9 наборов с портретами снеговиков. Здесь у меня только 8. 9, где героиней является единственная снежная баба, вот такой вот. Я его оставила на конец своего видео, потому что хочу показать маленький мастер-класс по оформлению края вышивки бахломой. Вот на примере снеговички, снежной бабы я буду показывать. Чем же эти снеговики так прекрасны, в моем понимании? Были наборы вышитых пенкипов для елки со снеговиками, запасков от иностранных производителей, но все равно вот эта идея кажется новой. Потому что не было именно портретной галереи, где герои рисовались бы вот так серьезно, уважительно и не по открыточному. Они базируют большим достоинством. В улыбках нет холмского комизма, только доброта и привыклисть. Вот это имена личности. Поэтому хочется давать им имена, вызывать у них каких-то знакомых своих или пеногероев, пенартистов. Если бы ребенок придумывал себе друзей снеговиков, он бы их так и нарисовал. Нет в них коммерческих признаков. То есть красивости, сладчавости, чрезмерной такой причудливости, комизма. Ну то есть это действительно такие друзья. В аннотациях к наборам сказано, что для фона использованы нитки секционного красения, которые следует разрезать по тонам и зашивать фон, ориентируясь либо на образец, либо на свою фантазию. Но я действовала и так, и так. То есть некоторые снеговики имеют фон с фигуративными деталями. Это уже мои придумки. На самом же деле нитки секционного красения вложены не во все наборы. В некоторых наборах они заменены просто, вот как, например, здесь, тремя тонами ниток. Вот, и это вызывает иногда недоумение у вышивальщиц. Почему обычно одно, а включено в набор совершенно другое. Но в сути это не меняет. То есть тут-то они уже как бы вот нарезаны на эти фоновые участки. И принцип остается тем же самым. Там, где нужен темный край, ну вот условно возьмем вот этого вот товарища, да. Где нужен темный край, там зашивается самым темным. И постепенно темный тон, в нем надо давать пропуски, потом клеточки идут все реже и реже, потом остается пустое место. А с противоположной стороны начинается зашивка светлым тоном. По тому же принципу. Сперва в сплошную, а потом с разрежением. И в конце этот оставшийся участок зашивается средним тоном. Вот, собственно, и все. И так я действовала на всех снеговиках. Вот, о том же, как оформлять готовую вышивку, не сказано вообще ничего в инструкциях. На ютубе одна вышивальщица использовала по оформлению бархатную бумагу. У нее вышивка наклеена на бархатную бумагу. А мне хотелось, чтобы флажок был полностью текстильным. Я вижу два варианта оформления. С окантовкой и с бахромой. Для окантовки у меня не нашлись нужной ткани. Либо ткани компаньонов. Потому что оформить их все в ткани одного цвета, ну, затруднительно. Какие-то все-таки требует красный, какие-то зеленый. Вот, идеально были бы ткани компаньоны, ну, с таким вот кантом. Может быть, сантиметровым по краю. Но у меня не нашлось. Вот, в интернете, в магазине, в одном я видела подходящий вроде бы вариант. Очень пестрая ткани, которая подходила к ним, наверное, ко всем. Но, поскольку не при мере, что я и не решилась. Вот. И тогда я решила оформлять... Оформлять с бахромой. Это такой легкий вариант. Он не утяжеляет вышивку. Вот. И она такая шиплевая по характеру. Вполне... Вполне гармонично принимает такое вот... Такое оформление. Вот, когда я решила так делать, Я пошелила о том, что вышивала снеговиков своих в центре пускоткани выложенного в пяльцах от нурги 12,5 сантиметров. Я в предыдущем видео говорила о том, как славно встает вот этот вот флажок 7 на 9 в пяльце 12,5 сантиметров. В результате, когда я начала их вырезать, У меня осталось пачка вот таких вот рамочек. Вот. Не знаю, для чего я их использую. Но выбрасывать жалко. Поэтому буду хранить какие-то, может быть, вышитые рамки биографии. Вот. Могу сказать. Если бы я действовала сейчас, я бы действовала иначе. Я бы сложила пополам. Этот кусок ткани. Вышивала бы флажок. Вот так. Вот. Чтобы у меня задняя сторона была свободная, я могла бы ее использовать как изнаночную сторонку. Может быть, тут вышить сзади продолжение фона или там имя этого снеговика, которое вдруг мне вот пришло в голову. Но тогда эти пальцы вообще не нужны. И они вообще не нужны. Потому что канва очень жесткая. Она для того такая жесткая создавалась, чтобы можно было вышивать на ней без пальцев. Но однозначно советовать этот вариант я не могу. Потому что выяснилось, что кусочки, вложенные в разные наборы, несколько отличаются по размеру. Одни больше, другие меньше. Вот в одни встает удвоенная вот эта вот высота, в другие не встает. Ну, я тогда решила, что я сделаю сзадники цветными. Что у меня будет вот здесь вот изображение. Сзади у меня будет цветной оборот. Зеленый или красный. Вот. И бахрома получится двухцветная. То есть сзади бахрома будет цветная, а здесь белая. И я, заглянув в свои запасы, измекла вот такую вот основу. Очень давно я ее покупала. Единственное неоправдание, когда вообще выбор был весьма небольшой. И покупали то, что было. Вот эти вот кусочки нарезанные для оформления задней стороны. Очень бы хорошо смотрелось, конечно, сзади. Но я еще возилась с обрезкой ткани. Как заметила, что у меня красится пальцем. Я в ужасе пошла. А, я начала выдергивать вот здесь вот. Начала выдергивать ниточку для оформления бахромой. Ой, нет, извините. Я уже даже пришила. Пришила ее к своему флажку. И заметила, что задняя сторона красится. И вот тут я отпорола. И пошла постернуть в раковину. Раковина покрасилась в какой-то дикий розовый цвет. Не вернулась никак. Я продолжила окрашивать. И даже видно, что вот простиранные и непростиранные куски несколько отличаются. Я пришла в таком ужасе. Я не знаю, что на такие основные нужно решать. Ничего она вообще выпускается, если она так себя ведет. Если у кого-нибудь есть опыт работы с такой вот основой. По-моему, это белорусское производство. Нет, вы знаете. РТО, ЛТД, Москва. Это РТО. Ну, правда, ранее РТО. Так, 40 градусов. Глажка. Ручная стирка при 40 градусах. Ну, не знаю. Вряд ли я решусь, чтобы она не вышивалась. Кроме как черным цветом. Может быть, надо там закрепить как-то в уксусе что-то. Но я считаю, что если продается основа цветная, то все уже должно быть закреплено. В общем, я нашла белую. Какую-то белую редкую канву. Из своих старых запасов. И мне вдруг понравилась вот эта ее такая фактура шершавенькая. Правда, она редкая. И через нее просвечивала изнанка вышивки. Поэтому все-таки я проложила флажки картоном. Который в наборе, в набор вложен для отверсти. Такой хороший белый мелованный картон. Вот. Но извлечь очень легко. Так. Ну, сейчас мы немножечко пройдем по самим снеговикам. Вот наш снеговик с птичкой. Я вышивала так, как предложил дизайнер. Ничего не меняла. У меня освещенный круг вокруг птички. И постепенное растворение светлого в более темных тонах. Вот. Здесь немножечко фон изменен. Тут у меня красное идет снизу. Более темный тон. Кверху постепенно высветляется. А вот здесь, вот здесь, у этого товарища немножко изменена форма головы. Он мне в оригинале показался несколько, как бы так сказать, плюгарным, что ли. Вот эта вот низко надвинутая на глаза шапочка дает ему такой бандитский вид. А слишком маленькая голова, в сравнении с другими снеговиками, еще и подозрение на некоторую умственную недостаточность. Поэтому я пошла за плаву над глазами. Сейчас вот я его сниму. Над глазами добавить еще один ряд белых клеточек. Соответственно, голова у меня стала выше на одну клеточку, а от фона одна клеточка убавилась. Ну, то есть я просто на одну клеточку подняла схему. Вот. И за головой у него засияла некая такая звезда. Не знаю. Вот. Мне кажется, он так более благообразен. Так. И вот этот снеговичок. Я уже показывала. У него сзади выросла елка из более темного тона ниток. Здесь, кстати, нитки были именно секционного окрашения. Вот. А остальное без изменения. Вот можете сравнить цвет, как он в оригинале и как он на картинке. Насколько результат лучше заявленной картинки. Вот. Ну, я знаю, что это делается для того, чтобы добавить контрастности, чтобы более четко видны были крестики. Вот. Самые большие, наверное, изменения коснулись вот этого товарища. Он напоминает мне Деточкина из фильма «Берегись автомобиля». Вот. Что-то мне показалось, что слишком много снеговиков смотрят влево. Я решила, пускай-ка один из них смотрит вправо. Вот. И такой вот шарф, он уже есть вот у этого снеговика. Поэтому я сделала шарф двумя концами, спущенными вперед. И звездное небо. С головой. Здесь у меня вложена такая кречатая бумажечка, на которой я перерисовывала схему. Вот. Есть у меня такая бумага для диаграмм. Я ее пользуюсь при каких-то вот таких точках работ вручную. Не владею я программами, к сожалению. Безаймерскими действиями в старинке. Вот. Этого я, товарища, вышла самым первым. Одна вышивальщица нашла, что он похож на челентано. И это оказалось так заразительно. Я не могу отделаться теперь от этого ощущения. Так что он у нас челентано. Вот. Позади вот этого красавца. Тут у нас какие-то заселили звездочки тоже на фоне. Не знаю. Изобретала, изобретала я из-за фоны. Потому что у меня фантазии не очень. Да, вот. И последний, который, думаю, похож на актила Евгения Леонова. Вот он у меня на фоне неких заснеженных ветвей. Очень красивый вот этот вот синий цвет. Я даже не ожидала. Он вносит такое эффектное разнообразие во всю компанию. Вот такая вот гирлянда, которая мне очень-очень нравится. Тем более у нее много вариантов использования. Очень хорошо подходит. Можно, конечно, пропустить веревочку и внутри. У меня там оставлено место. Можно продеть ее и непосредственно внутри пропустить. Но, мне кажется, очень забавно использовать вот такие маленькие прищепочки. Белоснежные. По-моему, очень мило. Но есть и другие варианты. Например, расположение их на вертикальной ленте. Вот, предположим, что у нас вертикальное расположение гирлянды. Такое незаслуженно, такое незаслуженно позаботать ее, которое достоин внимания всяческого. Вот, предположим, так. И склепим наших снеговиков с помощью маленьких симпатичных булавочек. Так. Так. Как я сейчас так условно... Так, взяли. Так. Ну, как-то вот так. Вот. И такая вот гирлянда или две может спускаться по стене в любом положении. Можно их с наклоном вешать, можно прямо. Вот. Можно сделать две гирлянды. Пять и четыре. Вот. А пока я покажу, как я опрямляю. Ну, не только я. Как вообще опрямляется край у таких изделий способом бахрома. Так, сейчас я немножечко опущу. Надеюсь, будет видно. Вот у меня уже сшитый флажок. Ну, видно, да, что разного каунта канва. В идеале, да, это канва одного каунта. То есть это единый кусочек, который складывается вот здесь вот пополам. Делается, то есть сперва делается бахрома по всем четырём краям, потом складывается пополам и прошивается вот по этой линии. Так, ну, я выбрала длину бахромы в пять клеточек. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Первую клеточку оставляем. Из второй клеточки выдергиваем нитку и три клеточки оставляем. Вот у меня уже везде всё, но осталось только здесь. Не очень легко она выдергивается, но всё же поддаётся. Делаю, делаю я бахрома белой мулины, которого я, которого уже в набору наложено предостаточно. Так, закрепляю. Немножечко пониже я оставляю место для пропуска шнура, если захочется вешать гирлянду без прищепок. Выводим иголку слева от столбика. Один раз его отбиваем. И вниз. Так. Один готов. Ещё раз. Выводим слева. Выводим. Вниз. Выводим слева. от столбика еще раз вливаем вниз и выводим сливать сейчас покажу еще поближе и вот вывели получается такая дорожка мне вот эта героиня напоминает Броню Прокоповну из фильма «За двумя зайцами» почему я не знаю у Броны Прокоповны был совсем другой нос очень быстро и приятно идет эта работа да и вообще вышивание гирлянды это такая своего рода отдыхалочка от каких-то больших проектов доставляет большое удовольствие в процессе и очень радует результатом получается вот такая у нас дорожка и так обшиваются все все четыре стороны вот сшита наша Броня Прокоповна и теперь наступает торжественный момент наконец-то когда можно вытянуть концевые нити раньше делать этого не стоит как бы не хотелось потому что бахрома может растрепаться а когда она закреплена уже стежками мулине с ней ничего не случится и она будет вот такой ровненькой щёточкой украшать край самый любимый момент освобождения бахромы все равно требуется осторожность потому что на радость их можно что-нибудь потянуть вот и последние стрихи вот вот наконец-то и вот наша Броня Прокоповна занимает достойное место в портретной галереи так хорошо вот 9 забавных снеговиков от РТО поздравляют вас со старым новым годом если вам понравилось мое видео ставьте лайки не понравилось ставьте дизлайки всем пока